Это ваш первый визит в Белгород. Были ли вы уже здесь? И вообще, какие впечатления от города, от жителей, от филармонии, от концертного зала? Я здесь первый раз, никогда раньше не был. Всего на несколько часов в Белгороде, на один день. Но уже познакомился с несколькими людьми. Они очень милые, вообще публика в России. Теплая, гостеприимная, очень приветливая. И мне очень нравится здесь находиться. Мистер Айванс, вы всемирно известный музыкант. Вы играете на лучших площадках, концертных площадках. Принимаете участие вот в таком фестивале, который предполагает выступление в маленьких городках. Это, по сути, российская провинция. Вот почему вы это делаете? Что это вам дает? Зачем вам это нужно? Потому что мне нравится играть повсеместно, неважно где. И что я обнаружила, это то, что люди одинаковы везде. Музыка универсальная, в ней нет границ, она не связана с политикой, она объединяет всех людей. Планируете ли вы провести какие-то мастер-классы во время фестиваля? Да, у меня будет один мастер-класс, на котором я буду рассказывать о языке импровизации. Потому что так же, как немецкий, французский, английский и так далее, джаз — это другой язык, и язык импровизации — это еще один язык. Играете ли вы с какими-то русскими джазовыми музыкантами? Может ли вы кого-то выделить, кто вас, может быть, удивил, поразил? И вот сегодня на этой сцене вы приехали со своей командой. Несколько слов можете рассказать о ней? Ну да, прежде всего, я очень много лет знаком с Игорем Бутманом, который знаменитый музыкант в России. Ну и даже на этом фестивале я, например, познакомился с Николаем, прекрасным саксофонистом. Ну а кроме того, бывают молодые музыканты, которых встречаешь везде, которые еще не достигли своей славы, но являются великолепными исполнителями. Сегодняшняя команда, с которой я выступаю, представляет ряд музыкантов и ряд стилей. Я играю на саксофоне и также пою, барабанщик также поет. И стиль музыки, который объединяет этот коллектив и нашу программу Soul Grass, состоит из целого ряда разных стилей — соул, джаз, фан, рок. Поподробнее о каждом музыканте в вашей команде. Маш замечательный барабанщик Джордж Зион, который также является прекрасным вокалистом. Он также пишет и является исполнителем в стиле джаз-соул. Басист из Нью-Йорка, играл с очень многими известными командами, коллективами, в том числе и Гарфанкелем. Райан Кевен, он на банджи, очень известный музыкант в стиле блограсс, и также занимается джазом. И гитарист тоже из Нью-Йорка, очень известный музыкант, который работает в ряде направлений. И вообще нужно иметь возможность для каждого играть самую разную музыку, чтобы быть в этом коллективе. Поэтому сегодняшний проект называется Soul Grass, именно потому что он состоит из разных стилей. Soul, Bluegrass, джаз, что позволяет работать на самую разную аудиторию. Сегодня придут белгородцы, которые будут слушать Ваш концерт. Возможно, не все, они настолько знакомы с джазом или с Вашим творчеством. Как Вы считаете, Ваша задача как музыканта какова? То есть с какими мыслями, с какими чувствами публика будет уходить с Вашего концерта? Чтобы у всех была улыбка. И обычно так оно и бывает. Каждый вечер люди говорят, что это один из лучших концертов, который был в моей жизни. У Вас огромный творческий путь уже за плечами. Поработали, наверное, вот с таким количеством музыкантов, стали обладателем Грэмми и так далее. Есть что-то еще в музыке, что Вас удивляет, что Вас вдохновляет? Та музыка, которую мы все время играем, она меня удивляет, она меня поражает. То есть пока она меня продолжает удивлять, я буду играть.